В эфире телеканал Айтон ТВ программа «Тема дня». Веду ее по-прежнему я, Александр Гуралья. После инаугурации приступил к обязанностям новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Что можно ожидать в плане российско-американских отношений от новой администрации Соединенных Штатов? Мы знаем, что предвыборные обещания президента Трампа, тогда еще кандидатов в президенты, были довольно громкие. Он обещал наладить отношения с Россией, он обещал подружиться с Путиным и так далее. Мы беседуем с военно-политическим экспертом Андреем Андреевичем Пианковским. Здравствуйте. Добрый день, Саша. Скажи, Трамп после выборов будет отличаться от Трампа предвыборного? Ну вот пока все отмечают, что не отличается. Такой же, в общем, скандалист, все еще полностью вовлеченный в свою избирательную кампанию, там доказывает, что 3 миллиона нелегальных иммигрантов за него проголосовало и так далее. А что касается внутренней повестки дня, он проводит ее именно так, как доктор прописал, и с громадным энтузиазмом, и Стена с Мексикой, и Обама Кэя похерили полностью, и там новые разработки энергоресурсов, вычеркнули все ссылки на глобальное потепление и сексуальное меньшинство на сайте и так далее. И ни слова, между прочим, о России и Путине. Не только в каких-то официальных заявлениях, а помните, ведь он же все отличался необыкновенной реакцией, как только Путин что-нибудь хорошее скажет, сразу же твиттер. Вот смотрите, и сам Путин меня снова похвалил. Вот прошла уже неделя почти, и возник какой-то новый дипломатический жанр переговоры о возможном телефонном звонке. Ну вообще все приличные люди, там Натаньяху, Тереза Мэй, президент Сиси, все уже поговорили с новоизбранным президентом. А Песков каждый день нам объявляет уже все с каким-то меньшим энтузиазмом о том, что ведутся очень серьезные, напряженные, глубокие переговоры о первом телефонном звонке. Что-то вот с одной стороны на телешоу политических, если вы краем глаза за ним следите российским, вот эта вся оргия Трампа-филии, она продолжается. Наш Трампушка там и санкции снимет, и великую вторую Ялту мы с ним заключим и так далее. Ну просто Трамп наш и все. Точка. Да, Трамп наш, да. То есть после... Так же сакрален, как Крым. А вот с другой стороны вдруг такая игра в молчанку. У меня есть своя гипотеза. Я заметил, я, так сказать, внимательно держу руку на пульсе обоих замечательных деятелей Путина и Трампа. А вот эта бурная трамповская реакция прекратилась 17-го числа. После вот этой довольно развязной, скандальной пресс-конференции Путина о самых лучших в мире проститутках. То есть он обиделся? Ну, вообще говоря... За проституток. За американских. Весьма неуважительный тон был. Он несколько раз проговаривался, поправлялся. Помните, он начал с того, что Трамп всю жизнь разъезжает по конкурсам красоты и так далее. Ну, вот я не отвечаю за психику Трампа, но вот я отмечаю факт. Ну, не исключено, что то, что можно было говорить о кандидате в президенты, не следует говорить уже о действующем президенте. Это уже совершенно другой статус. Да, это, на концов, фигура, которая требует определенного почтения. То есть, по крайней мере, стул, на котором он сидит, требует огромного почтения. Ну, это, так сказать, эмоции, лирика, особенности поведения. А если вот разбираться серьезно, так, на возможные сделки, о которой мечтают в Москве, то мое мнение, я его и высказывал, что и Путину нечего предложить, собственно, Трампу. И Трамп не может предложить то, что Путин хочет. Путин хочет господства и доминирования, абсолютно его зоны влияния на постсоветском пространстве. Не может Трамп расписаться кровью и обещать ему, даже если он захочет, может быть, он этого и хочет. Но на это не согласятся ни украинцы, ни грузины, ни даже батька Лукашенко, с которым сейчас, между прочим, очень серьезно напряглись отношения в Москве. Это громадная иллюзия Москвы, что вот, это обида на Запад, что вот американка гадит и не позволяет нам доминировать на постсоветском пространстве. Нет, американка не гадит, они не доминируют, Москва не доминирует, потому что она никак не может понять, что она никому не нужна на постсоветском пространстве. Ее терпят, считаясь с ней соседние народы и государства. Боятся. Жажды быть доминированным никто не испытывает. Скажите, но в продолжение моего предыдущего вопроса, мы наблюдаем в Сирии сейчас некоторое затишье, но если можно назвать затишьем, когда там ежедневно убивают не по 500 человек, а человек по 50, по 20, это, конечно, ужасно звучит, звучит кощунственно, но, к сожалению, это так. Это тоже связано с тем, что в процессе инаугурации, все, что там происходило, формирование новой администрации, то есть никто не хотел делать резких движений, или это просто совпадение? Нет, ну это связано с тем, что завершился определенный этап гражданской войны со взятием Алеппо, оппозиция потерпела тяжелое поражение, это не значит, что Асад сможет установить контроль на страну, это ему никогда не удастся, но как бы обе стороны немножко приостановились обдумать ситуацию, и даже вот согласились на такие переговоры, которые кончились с провалом, провал прикрыт, никто не подписал коммунике, это прикрыл, провал был прикрыт тем, что так называемое коммунике подписали инициаторы встречи, Турция, Иран и Россия, но они написали те же фразы, которые они выпустили две недели назад, когда заявили об этой встрече, что они будут стараться обеспечить процесс перемирия, никто из участников, все сирийские оппозиционеры отказались не только что-либо подписывать с официальной делегацией Сирии, но даже в одной комнате с ней присутствовать. — Но вы согласитесь, что все-таки ключ к решению сирийской проблемы находятся, точнее, может быть, даже два ключа, один в Вашингтоне, другой в Москве? — Да я бы сказал, скорее в Москве, чем в Вашингтоне, все Обамовское, весь последний год мы наблюдали же, после того, как Москва там появилась, Обама все время повторял, скорее, нет военного решения проблемы, а Путин показал, что в какой-то степени военные решения есть, он частично проблему решил, он сохранил власти осада, он, значит, укрепил свое военное присутствие на Ближнем Востоке, и вот они, да, они окончились провалом, — Вообще-то это были первые переговоры, где американцев вообще не было, ну там на прикладном стульчике сидел посол Соединенных Штатов в Казахстане, то есть благодаря полному бездействию Обамы и вот этому позорному совершенно ползанию по всему миру на брюхе перед Лавровым секретаря Кэрри в течение года, Москва показала, а на Ближнем Востоке с этим считаются. — Да, на Ближнем Востоке ценят силу, это известно, и, к сожалению, многие это не понимают, в частности, предыдущая администрация этого не понимала, но, судя по всему, новая президентская администрация как раз это понимает, и, судя по всему, Дональд Трамп захочет решить эту проблему. — Ну, возможно, более, что он и в своей накурационной речи несколько раз подчеркнул, что он уничтожит исламское государство, и он произнес, наконец, те заветные слова, которые никак не решался произнести Обама, исламский радикализм. — Ну, вот и здесь-то и возникает ключевая проблема. Я бы немножко не согласился с вашей формулой о предвыборных обещаниях Трампа о сотрудничестве с Россией. Это были, скорее, не обещания, а размышления, что вот с Россией, хорошо бы посотрудничать с Россией в борьбе с исламским радикализмом, хорошо бы посотрудничать с Россией в противостоянии Китая. Ну, вот, что касается пространства Китая, мы вчера узнали, какие перспективы сотрудничества после позорничьего, ничтожничьего заявления Пескова о том, что вообще развитие китайских провоженных сил, ядерного процесса, нас не интересует, это наш великий союзник. Я вот опубликовал, очень активно читают про состранение двух заявлений. Заявление ТАСС о 13 июня 41-го года, о нерушимости советско-германского партного нападения и вчерашнее заявление Пескова. Ну, ни о каком сотрудничестве с Китаем невозможно. Москва уже лежит под Китаем во всех планах, в военно-стратегическом, в экономическом, в демографическом, все, что хотите. Ну, сегодня, кстати, Китай опроверг утверждение о том, что они размещают на границе с Россией свои ракетные системы. Сказали, что это выдумка-выдумка журналистов. А это даже не важно, где они размещают. У них есть ядерное оружие, способное уничтожить Москву. То есть, они находятся с Россией в таком же состоянии взаимного гарантированного отношения, как ядерный потенциал России. А это означает, что в случае военного столкновения ядерный фактор исключается. Москва не сможет его использовать, потому что, более того, в конце концов, Китай может пойти на такой неприемлемый ущерб. Есть такой термин в ядерной стратегии, как потерю 140 миллионов человек. Это может вполне оказаться приемлемым для Китая. Значит, остается только конвенциальное вооружение. Это на уровне, где чудовищное превосходство Китая. Москва вчера, вот с заявлением Пескова, она как бы официально признала, подняв лапки, полную свою беспомощность по отношению с Китаем. В этом ничего нового нету, но в том, что это прозвучало на официальном уровне, это такая интересная констатация. Но, тем не менее, значит, если там... Я не вижу вот этих, я не вижу вот этих полей, вот вся московская агентура в Вашингтоне, вот эта банда четырех, как я ее называю, Киссинджер, Саймс, Грэм, Рожанский, они в один год смотрят. Винни Трашин, нам нужны русские, нам нужны русские, нам нужны русские для борьбы с ИГИМ, нам нужны русские для представителей Китаем, нам нужны русские для ядерного разрушения. Это вот последняя их была такая фенечка. Но более внимательный анализ показывает, что ни в какой из этих трех областей ничего конструктивного русские предложить Америке не могут. А то, что они хотят взамен, как я уже только что сказал, Трамп просто не в состоянии дать. Даже такая мелочь, как снятие санкций в сегодняшней атмосфере противостояния по очень многим вопросам Трампа и Конгресса, она просто немыслима. То есть Трамп даже если захочет, он не сможет провести эти решения через Конгресс? Да, а если он будет пытаться, он только подтвердит вот те смутные подозрения, которые все громче и громче раздаются в американской прессе, о том, что он связан каким-то обязательствами или наличием какого-то контромата относительно себя. Нет, нет такой содержательной перспективы вот этого какого-то нового детанта, новой перезагрузки, новой Ялты. Ну что ж, подождем тот самую встречу, телефонную беседу, которую постоянно анонсируют. Может быть она прольет какой-то свет на дальнейшую судьбу российско-американских отношений. Я благодарю вас, мы беседовали с Андреем Речем Пианковским, программа «Тема дня» на телеканале ИТОН-ТВ. Всего доброго.